Ирина Котельникова в компании СОК Кузбасс работает 11 лет. Из них четвертый год возглавляет плановый экономический отдел на шахте имени Кирова. Еще в детстве у нее обнаружилась любовь к математике и цифрам. А потому с выбором профессии проблем не было. У меня математический склад ума и вместе с аналитическим. Поэтому мне очень интересна данная профессия. Я люблю цифры, люблю заниматься. Ирина Григорьевна говорит, что экономика наукотворческая. В нежных женских руках экономистов бюджет, тарифы и методологии управленческого учета. У нас командная работа, мы работаем с производственниками вместе. И на основании их предоставленных данных мы уже обсчитываем производственные показатели с экономической точки зрения и представляем руководителю результат. На родной Кировке Ирина Котельникова известна не только как профессионал в мире цифр, но и как творческий человек. Она рисует картины, шьет и вышивает. Занимается йогой и создает своими руками оригинальные поделки. И как ни странно это звучит, все эти способности у нее раскрылись благодаря опять же работе. Усидчивости и вообще навыками шитья, вязания. У меня с детства научила бабушка. А к рисованию и к тому творчеству, к которому я пришла сейчас, это я приобрела в дальнейшем, изучая психологию. То есть я прочитала про арт-терапевтический эффект и начала рисовать. Свои картины Ирина Котельникова пишет на холсте и картоне яркими акриловыми красками или выкладывает стразами в технике алмазной мозаики. В основном на них изображены какие-то красивые пейзажи. Кстати, с выбором подарков у Ирины проблем нет. Это может быть что угодно. Байк, сконструированный из кофейных зерен, всевозможных шоколадок и подарочной бутылки. Символ года, вышитый блестящими пуговицами. Лабутен, украшенный бумажными цветами. На шпильке из обычного сверла. Иногда в создании оригинального подарка принимают участие коллеги. Участвовали всем коллективом. То есть в обед бегали, где-то какой-то цветочек сделали, где-то каждый свое. А когда человек ударишь, получаешь удовольствие от того, что он восхищается и что ему тоже приятно это. А не так давно умение создавать красоту даже из подручных материалов принесло Ирине победу в одном из творческих конкурсов, входящих в программу корпоративного семинара компании. Награда «Звездная статуэтка». Я вообще считаю, что, вот как люди говорят, я не умею, у меня нет такого понятия, я не умею. Человеку просто необходимо попробовать. А когда он попробует, у него обязательно что-нибудь получится. А тем более, когда он вкладывает в это душу, да, это бесспорно должно получиться. И, конечно же, сегодня, в канун 8 марта, Ирина получит поздравления от многочисленных коллег-мужчин.